G7 сделала заявление по тому самому ТРЦ и назвали виновного. И вы тоже знаете, кого они назвали виновным. Кстати, материалы по этой ситуации, а также расследование и мнение украинских журналистов на моем телеграм-канале. Откуда может начаться третья мировая Калининградская область, Крым, темы, которые сейчас обсуждаются в СМИ? Грузинский легион наемников в Украине прекратил свое существование. Интересные нюансы. Битва за остров Змеиный, запрет импорта золота из России, а также саммит НАТО. И дадут ли Зеленскому еще немножко помощи? Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины не только 28 июня 10.00. И начну я с заявления, сделанного участниками G7. Ну и сами знаете, кого они назначили виноватым. По тому самому торговому центру. Интересно, правда, почему-то они не сделали заявлений по варварскому, как бы сказал товарищ Байденко, обстрелу центра Донецка, который велся несколько дней. Я не знаю, может у меня что-то с ушами, я просто не слышал таких заявлений. Но если вы знаете, напишите в комментариях. Ну да, в этой ситуации ряд западных изданий, конечно же, скажут, вы что, это же другое. Но тем временем весьма такая себе ситуация сложилась вокруг Калининградской области и вокруг Крыма. Тут Дмитрий Медведев делает жесткий достаточно намек некоторым товарищам, что вот бывший министр из Латвии послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать Третью мировую. Себя придет, боятся, каждого шороха у двери будет. И правильно, память у нас хорошая. Также первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Жабаров заявил, что попытки стран-членов НАТО отторгнуть Калининград от России приведут к военному столкновению. Также Дмитрий Медведев отметил, что любые посягательства на Крым будут расцениваться России как повод для войны. Об этом он заявил изданию «Аргументы и факты». По его словам, если на Крым посягнется страна НАТО, то это фактически будет означать войну со всеми странами Альянса. Это, в свою очередь, приведет к началу Третьей мировой. Также он назвал такой шаг, если произойдет тотальной катастрофой. Но тем временем, вроде бы, Евросоюз по Калининградской области имеет определенную позицию, чтобы транзит продолжался. Там Литва единственная, что пока что выступает с какими-то, так скажем, замечаниями. Посмотрим развитие событий дальше. По Крыму, я надеюсь, никому в голову, конечно же, не придет идея каких-то попыток. Ну а тем временем будет саммит НАТО, и туда приглашают Владимира Зеленского. И на фоне различных событий некоторые эксперты предсказывают, что будет обсуждаться в том числе вопрос о передаче Украине различных систем ПВО или ПРО. И хотя в западной прессе точатся дискуссии, что как-то уже надо переходить и среди политиков к дипломатическим механизмам решения, но такие как Джонсон говорят, нет, надо продолжать. И это неудивительно, потому что в Британии и у Джонсона свои планы на Украину, в том числе на Одесскую область и, в принципе, порты, как морская держава. В Великобритании нужно, в принципе, вот этот пояс от Балтики до Черного моря. И поэтому именно Джонсон лоббирует различные атаки на остров Змейный, где сейчас находится российский контингент и периодически выкладывают какие-то видео. В некоторых украинских соцсетях, правда, пользователи опять задают много вопросов неудобных. Но, тем не менее, есть определенное мнение украинских экспертов, что будут пытаться остров Змейный каким-то образом захватить, с учетом того, что не очень удачно, вернее, очень неудачно развивается для ВСУ все на Донецко-Луганском направлении. Тут еще Зеленский заявляет о том, что по Приднестровью он тоже может ответить что-то и нанести удар. Ну а тем временем грузинский отряд наемников прекратил свое существование в Украине. Это подтверждают как грузинские источники, так и украинские источники. Причем украинские военные отмечают, что на поле боя, оказывается, они были не очень. Одно дело в видосике снимать, да, как они поступали с российскими пленными, а другое дело, когда они столкнулись с реальностью. Ну и как сообщают украинские активисты, большинство наемников сейчас пытаются отойти подальше от линии столкновения, потому что все оказалось не так, как они себе представляли. На этом, друзья, пока все. Подписываемся на телеграм-канал, дальше будет.